Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь я хочу оплатить ваше внимание на ваш ник, никнейм, который вы выбрали. Он очень отражает ваше настроение, грубо говоря. Вот. Он отражает ваше такое вот поросническое, как мне видится здесь настроение. Вот. Некую такую установку, некую такую направленность, нацеленность, на проигрыш, на неудачу, на негатив. Вот. И честно говоря, мне кажется, что в этом направлении вам в первую очередь имеет смысл подумать. То есть почему я выбрал такой ник, да, как я себя чувствую и не чувствую ли я себя, например, по жизни, ну вот как раз проигравшим, да, не чувствую ли я себя по жизни. Как-то вот таким неудачником, да, и вот, ну, прочее, 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 в общем. Вот. Это достаточно важный момент, потому что, эм, вообще-то говоря, вообще-то говоря. Очень многое здесь в данном случае зависит от того, как вы, как вы к себе относитесь и как вы себя воспринимаете. Вот. Это первое. То есть тут у вас я могу вот сделать такой вывод, да, это такая гипотеза всего лишь, а могу сделать вывод, что вы не уверены в себе, вот, что у вас есть такой страх проиграть. У вас есть страх, что, ну, не получится ничего, вот, есть страх, неудача, в общем. Да, это крайне неприятно, это очень мешает, чего уж там, да, скрывать. И, соответственно, вы не можете чувствовать себя как-то, ну, как-то, эм, спокойно. Не можете чувствовать себя, естественно. Не можете чувствовать себя в своей пасторолке. Дальше. На работе нравится одна девушка, пишите вы, но при встрече с ней не знаю, как себя вести и теряюсь в молчании. Смотрите. Здесь ситуация выглядит следующее. Ваша симпатия к ней включает в себя большой пласт, большой пласт потребностей. Большой пласт, если угодно, ваших желаний, большой пласт ваших стремлений, вот, большой пласт ваших собственных стремлений. Смотри. 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 Которые, вот, ээээээх, вполне может быть, не имеют ничего общего, как раз, собственно, собственно, с самой девушкой. Вот. И задача, ваша задача, отделить как раз таки, вот отделить то, чего вы хотите для себя, а порой, что вы хотите для девушек. Это очень важно сделать, потому что иначе вы будете на постоянной основе сталкиваться с тем, что когда человек вам будет нравиться, вы будете теряться, то есть когда будет иметь место быть такая вот симпатия, когда будет иметь место быть такие вот чувства. Вот. Чувства. И, значит, как следствие, сверх мотивация быть с этим человеком. Вот. Дальше. Я не знаю, как себя вести, теряюсь в молчании. Здесь симпатия ваша, ребята, к человеку связывается или связана, или связывается с нарушением естественности. то есть я хочу сказать, что когда вам нравится человек, когда он вас привлекает, теряется естественность вашего поведения, вы начинаете думать о том, как себя поместить. Вы начинаете думать о том, что вам делать. Вот вы начинаете стараться достичь цели, цели взаимодействия. Какого? Да? Здесь, в зависимости от того, чего вы хотите, я думаю, вы можете выделить, чего вы хотите при общении, при встрече с ней. Вы можете увидеть связь между тем, что вам человек нравится, и тем, что вы теряете. Был момент, когда вроде бы сближались в общении, но после что-то пошло не так, она еще узнала, что мне, то, что нравится мне. И теперь, если мы не говорим о работе просто обедом месте, или прохожу мне на нее, то я стесняюсь играть с ней. Ну, опять же, с одной стороны здесь есть страх, с другой стороны есть стыд, и с третьих сверхмотивация. Вот. Со страхами можно и нужно поработать, со всем остальным тоже. Меня бесит это состояние, потому что с любой другой девушкой я веду себя спокойно и уверенно. Да, любая другая девушка вам не нравится, так как нравится это. Здесь все делают симпатики. То есть, здесь все делают в числах. И в том, что на симпатию к девушкам, слих, слих, слишком много, я бы сказал, слишком много возложено. Что-то, то есть, а, насчёт, а, в сентазию к девушке, слишком много, а, и слишком много вплетено. Вот просто слишком много плетенок, слишком много, там не просто симпатия, скорее всего, там есть что-то ещё, понимаете? И вот именно это самое что-то ещё вам мешает. Если бы этого чего-то ещё не было бы, вам было бы легче, гораздо легче. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Вы пишите, что не знаю, как мне быть, это страх или волнение сходит от меня с ума. Ну, как вам быть, поработать с психологом? Это совершенно очевидно, потому что так вот советами вам здесь, к сожалению, не дамуешь. Да, я желаю вам всего самого доброго, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.